Друзья, рада приветствовать вас на своем канале Как Вязать. Сегодня вяжем с вами вот такие прелестные узоры из кос. Посмотрите, в этом голубом оттенке великолепен такой узор. Можно связать свитер, пуловер, снуд тоже будет отлично смотреться. Посмотрите, какой он пышный, объемный. Изнаночная сторона аккуратная, очень великолепно смотрится. Вот так снуд выглядит, ну просто великолепен. Словно облачко напоминает, такой изящный. Вот в молочном тоне, посмотрите, какой нежный узор. Просто великолепный, пышный. Сейчас расскажу вам, как его вязать. Будем вязать с вами по схеме. Схему покажу вам в конце видео. Вот смотрите, например, рукав, как выглядит у свитера. Просто великолепен. Нужно набрать число петель, кратное 15. Наш раппорт составляет 15 петель и плюс 2 кромочные. И вяжу я сейчас первый ряд. Кромочную сняла. И далее все петли в первом ряду мы вяжем с вами лицевыми петлями. Я набрала количество петель на 3 раппорта, то есть 15 умножить на 3, 45 и плюс 2 кромочные. 47 петель я набрала. Так, чтобы показать вам всю красоту узора, я решила набрать 3 раппорта. Число петель для 3 раппортов. И вяжу сейчас лицевыми первый ряд. До конца ряда. Вязать такие узоры на самом деле несложно. Просто нужно быть внимательным, следить за схемой, когда нам делать перекрещивание петель. До конца ряда провязываю лицевыми первый ряд. И смотрите. Второй ряд и все последующие изнаночные. Я сейчас начинаю второй ряд вязать. Нужно провязывать изнаночными петлями. То есть все изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями. А в лицевых рядах лицевые. Только в лицевых рядах мы еще будем с вами делать перекрещивание. Перекрещивание налево. В этом узоре у нас налево идут перекрещивания. Узор отлично будет смотреться, например, на свитере оверсайз. Он придаст дополнительный объем. Сейчас это просто супер модно. Кардиган тоже будет отлично смотреться. Вот эти переплеты, во-первых, создадут вам красивый объем, красивый узор. И еще он будет теплым, этот свитер. Я вяжу из стопроцентной шерсти, итальянский меринос. Очень вяжется приятно для рук, мягкий. Изделие получается мягкое и теплое. Итак, я довязываю второй ряд. И далее, смотрите, по схеме вам нужно провязать с первого по... Повторить. Вот первый ряд вы вяжете и третий ряд, и пятый ряд, и шестой ряд. А в седьмом ряду мы начинаем скрещивание. То есть лицевой гладью вяжете до седьмого ряда. А сейчас я делаю скрещивание. Кромочную сняла, и на вспомогательную спицу я снимаю пять петелек. Так, петелька убежала. Все починим. И теперь вяжем, оставляем эти пять петелек на вспомогательной спице перед работой. И я провязываю пять петелек с нашей левой спицы сейчас. Дальше пять петелек лицевыми провязываем с вспомогательной спицы. Так, убегает. Вспомогательную спицу провязываем пять петелек. И далее пять лицевых петель. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Все, это наш раппорт. Раппорт седьмого ряда. Далее я повторю еще этот раппорт три раза. Так как я набрала число петель сорок семь. То есть три раза мне нужно провязать раппорт. Сняли на вспомогательную спицу пять петелек. Оставили перед работой. Провязываем пять петель следующие лицевыми петлями. Далее провязываем лицевыми петлями петли с вспомогательной спицы. Пять петелек у нас одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Далее пять лицевых петель. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Два раза раппорт провязали и осталось третий раз. Снимаем на вспомогательную спицу пять петель. Провязываем следующие пять петель лицевыми петлями. Вспомогательная спица у нас перед работой. Пять лицевых петель провязываем следующие. Далее провязываем лицевыми петлями все петли на вспомогательной спице. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая. И далее оставшиеся пять петелек мы провязываем лицевыми петлями. Одна, вторая лицевая, третья, четвертая и пятая. И кромочную закрываем изнаночной. Все, далее шестой ряд изнаночные петли. Да, у нас изнаночные все ряды вяжем изнаночными петлями. И дальше с девятый, одиннадцатый, тринадцатый ряд мы вяжем лицевыми петлями без скрещиваний. То есть мы повторяем лицевую гладь вяжем без всяких скрещиваний до пятнадцатого ряда. Четырнадцатый у нас изнаночный ряд. И в пятнадцатом ряду мы начнем следующее скрещивание. Но уже у нас будет сдвижка в скрещиваниях. Для того, чтобы получился вот этот объем на рисунке, я вам покажу, как мы сейчас все это сделаем. Итак, я довязала до пятнадцатого ряда. И сейчас в пятнадцатом ряду кромочную сняла и провязываю первые пять петелек лицевыми. А дальше вспомогательная спица. Снимаем на нее пять петель и оставляем перед работой. И провязываем далее следующие пять петель. Провязали пять петелек лицевыми. И теперь с вспомогательной спицы провязываем тоже лицевыми петлями все пять петель, которые мы сняли. Все. Наш рапорт, вот он закончился пятнадцатого ряда. Далее я буду повторять его. То есть вы увидели, да, у нас пошла сдвижка на пять петелек. И будут вот эти красивая волна образуется на нашем узоре за счет этого смещения. Далее я повторяю до конца ряда три раза, еще по три, по еще всего три раза в ряду будет рапорт повторяться. На вспомогательной спице перед работой оставили пять петелек и провязываем их. Это у нас перекрещивание на лево идет. Снова пять петелек лицевыми провязываем. Далее снимаем пять петель на вспомогательной спице, оставляем их перед работой. И следующие пять петелек провязываем лицевыми петлями. Третья, четвертая и пятая. Последнюю кромочную я для удобства сейчас тоже на вспомогательную. Вот так сделаем, да, чтобы она у нас не спала. И теперь провяжем все петли пять петелек лицевыми и последнюю кромочную закроем изнаночной. Все, это я сейчас вяжу пятнадцатый ряд, последний лицевой ряд раппорта в высоту. Следующий шестнадцатый изнаночный ряд. И шестнадцатый ряд, он завершающий нашего раппорта. То есть далее вы просто будете повторять с первого по шестнадцатый ряд. Столько раз, сколько вам необходимо для вашего изделия. А сейчас я шестнадцатый ряд провязываю весь изнаночными петлями. Все, очень легко вязать. Такой красивейший узор. Посмотрите, он пышный, объемный, словно живой. Волна образовалась красивая. Свитер будет великолепный, сказочный. Вот наша схема. Показываю, как и обещала. Очень простая. Друзья, ставьте лайк этому видео. Этому прекрасному узору. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!